Пилот Ян Зибер чувствует себя за рулем этого болида почти шумахером, причем в отличие от великого гонщика он собрал машину своими руками и знает ее до винтика. Такую практику придумали три года назад сами студенты автомобильно-дорожного факультета архитектурно-строительного университета. Нашли поддержку руководства вуза и финансирование. И вот что получилось. С виду это обычный гоночный болид. Именно на таких соревнуются воспитанники высших школ в рамках стартов формула студент. Но есть один нюанс. Вот этот прибор называется он водородный генератор. Сюда заливается обычная дистиллированная вода. Внутри происходит расщепление на кислород и водород-газовая смесь поступает в двигатель, чем существенно улучшает его работу. Именно водородный генератор на уха у студентов в основе электролиз, в данном случае раствора калия, который расщепляется на две составляющие. Сам метод далеко не нов, да и подача водорода как присадки к основному топливу тоже практика известная. Но соединить догадались только в архитектурно-строительном. Электролизер, в нем происходит процесс электролиза нашего электролита и выделяется газ Брауна, а именно смесь водорода с кислородом. Саму реакцию можем наблюдать в данном месте. Основной плюс установки такого прибора на обычный двигатель внутреннего сгорания – повышение его экологичности. Выбросы сокращаются на треть. Настолько же снижается и расход топлива. Скоростные характеристики, напротив, растут. Модификация произошла недавно. Машина чувствует, скажем так, прирост мощности. И на газ стала реагировать значительно резче. Ну, если в глобальном смысле думать, то, соответственно, при тех же объемах двигателя можно увеличить мощность за счет данной системы. До ста с места за три секунды почти, как в Формуле-1. Разгоняли и до 130. Больше пока опасаются. За три года работы с болидом студенты защитили по нему несколько курсовых работ. Некоторые сейчас пишут дипломы, в том числе и по водородному генератору. Впрочем, каждый из них уже готовый специалист для автопрома. Научился работать на станках, на ЧПУ оборудовании различные станки. Научился работать в программах по расчету как раз различных изделий. То есть мы считаем на прочность, на теплопередачу различные изделия. Научился работать на электроэрозионных станках, которые по обработке металла. Летом, надеются студенты, их болид поедет на гонки в Чехию. Дальше, если повезет Венгрия и Германия. Кроме этой машины, параллельно в разработке проект БАХ. Это уже внедорожник. Следующий шаг с проекта «Лектро» в пику Илону Маску. Воспитанники архитектурно-строительного университета хотят собрать автомобиль полностью на электрической тяге. Василий Михеев, Денис Смирнов и Алексей Дмитриев. Вести. Петербург.